Два человека, пожилой мужчина и молодая женщина, погибли в страшной дорожной аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге. На новом участке трассы, где встречные потоки разделены бетонным ограждением и в каждую сторону ведут по три широченные полосы, водители двух машин умудрились столкнуться в лобовую. Вот что удалось установить сотрудникам госавтоинспекции на месте происшествия. На автодороге Екат 87 километров прошло дорогу транспортных происшествий. По предъявлению информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» по неустановленной причине двигаться по полосе встречного направления, не допустил столкновение с автомобилем «Мазда». В результате ДТП оба водителя скончались за приезду скорой помощи. По словам очевидцев, виновником смертельного столкновения стал 66-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2190» «Лада Гранта», имевшего башкирские номера. Мужчина следовал по Екат со стороны Челябинского тракта в направлении Полевского, но доехав до развязки с Полевским трактом, по непонятной причине развернулся и по той же проезжей части направился назад, то есть по встречке. Телеграм-канал, телекомпания «Четвертый канал» публикует видео очевидцы, снятые за секунду до столкновения. Следуя в сторону Челябинского тракта, он обратил внимание на «Гранту», направлявшуюся туда же, но против шерсти. Нарушитель проехал таким образом не один и не два километра, а километров пять или семь. В какой-то момент, по словам очевидца, он перестал снимать, выключил смартфон, посмотрел в зеркало заднего вида, а там уже пыль столбом. «Лада» врезалась во встречную «Мазду-6». За рулем «Мазды» находилась женщина, 28 лет, имевшая 10-летний водительский стаж. После столкновения ее автомобиль пострадал значительно меньше «Гранты», но, чтобы извлечь несчастную, пожарные срезали стойки и подняли крышу «Мазду». Почему женщина не отвернула от смертельного удара, можно только догадываться. Либо отвлеклась во время движения, либо перестроилась в левую полосу за мгновение до столкновения и не видела опасности из-за опережаемой ей машины. В любом случае, как и для пожилого виновника ДТП, этот маневр для нее оказался смертельным. В ГАИ сообщили, что точные обстоятельства этой трагедии ими будут установлены в результате начатого расследования.